здравствуйте уважаемые друзья на связи кузьмичев алексей и в этом видео я хочу провести для вас небольшой обзор нашего нового дополнения панели color master которая предназначена для быстрой и профессиональной цветокоррекции ваших фотографий как вы знаете мы довольно долгое время уже занимаемся разработкой различных экшенов и пресетов для photoshop которые также позволяют вам сократить время обработки получать профессионально обработанные снимки всего лишь за пару кликов однако при работе с экшенами есть один немаловажный нюанс они не всегда хорошо ложатся на разные фотографии то есть на разные снимки один и тот же экшен применяется совершенно по-разному в одном случае результат может быть хороший в другом случае не очень экшены из-за этого приходится редактировать видоизменять под каждую фотографию отдельно что конечно же не очень хорошо потому что на это тратится время мы стали думать каким образом можно обойти данный вопрос и наши поиски привели нас как ни странно к кинематографу где уже очень давно используется именно данный способ обработки я сейчас говорю об обработке при помощи лутов лут это цветовая таблица которая позволяет изменить координаты цветовых точек пространстве или если выражаться простым языком это готовые цветовые профили для обработки вашей фотографии то есть данные профили уже приведены к нужным цветовым схемам вам остается только взять и применить их на ваш снимок и в 90 процентах случаев вы получите превосходный результат который нуждается в минимальных корректировках для конкретной фотографии ну что ж теперь давайте рассмотрим как все это работает на примере панель выглядит вот таким вот образом я ее запускаю она доступна в двух версиях эта версия стандарт и версия vip версия vip который у меня сейчас на экране отличается от стандарта наличием дополнительной панели с авторскими лутами как вы видите вот они внизу здесь находятся версия же стандарт представляет собой вот такой вот круг по контуру которого расположены как вы видите кнопочки каждая кнопочка отвечает за конкретную тонировку вы можете запустить их сразу все нажав на кнопочку play all также здесь у нас дополнительно присутствуют кнопки настройки автоматической баланса белого также есть кнопочка быстрого перевода фотографий в профиль srgb что немаловажно если вы публикуете вашу фотографию в интернете и боитесь что у вас фотография потеряет качество поменяются цвета при сохранении нажимаете на эту кнопочку и эта проблема будет решена также есть кнопка быстрого доступа к фильтру камеру и есть кнопочка быстрого усиления цвета если к примеру нужно быстро увеличить насыщенность или яркость оттенков на снимке справа вы можете видеть пять кнопок для пользовательских экшенов сюда вы можете разместить нужные вам операции это могут быть либо тонировки либо какие-то операции ретуши что вашей душе угодно вот пять кнопочек полностью вашем распоряжении их очень легко сюда привязать и можно использовать абсолютно любые операции в центре у нас находится одна большая кнопочка данная кнопка позволяет нам привести фотографию привести наш снимок к нужному нам виду для дальнейшей цветокоррекции потому что для правильного воздействия лута нужно привести снимок к определенному виду сейчас я вам на примере это покажу итак в первую очередь мы как раз и начинаем обработку нашей фотографии с запуска вот этой вот кнопочки щелкаем сюда и приводим нашу фотографию в нужный нам вид вот таким образом как видите у нас с вами создается слой бейс вот как видите и данный слой представлен в виде смарт-объекта что очень удобно вы в любой момент можете в него зайти и поменять настройки давайте перейдем данный фильтр и посмотрим какие настройки у нас сейчас там изменены и так в первую очередь как видите здесь у нас по максимуму вытянуты все детали вот из теней и из цветов также снижена немножко контрастность и немножко снижена красочность это все делается для того чтобы тонирование более аккуратно легло на наш снимок если вдруг лут ложится не очень хорошо мы возвращаемся опять к данному слою и подправляем здесь сам корректирующий слой с тонировкой мы не трогаем все настраиваем только через данный фильтр давайте посмотрим как это работает вот здесь мы нажимаем окей и теперь мы можем запустить либо любой экшен напрямую с круга либо проиграть их сразу все и посмотреть что у нас получится обычно когда я работаю я их запускаю сразу все и потом уже из всего этого списка выбирают те луты которые лучше всего подходят для этого снимка остальные удаляем поэтому сейчас сделаем также это на мой взгляд проще и эффективнее и так после того как мы с вами нажали на кнопочку play all у нас все экшены проигрались как видите и появилась папка которая называется color master вот здесь представлено как видите 24 тонировки и сейчас у меня активно самая самая первая тонировочка вот она color 1 как видите в данном случае она легла хорошо единственная фотография получилась довольно темный поэтому для того чтобы исправить этот нюанс мы можем перейти фильтр camera raw вот поднять здесь к примеру экспозицию чуть-чуть чтобы сделать фотографию посветлее вот и немножко снизим еще красочность чтобы у нас фотографии не было такой насыщенной нажимаем окей и посмотрим что у нас изменилось вот как видите результат уже стал сразу же гораздо лучше единственное нам также следует немножко ослабить воздействие данного корректирующего слоя поэтому можно немножко убавить прозрачность как видите и результат сразу же становится гораздо лучше также мы можем посмотреть на другие экшены из данного набора как видите практически все луты ложатся на снимок и выглядит очень и очень неплохо к примеру давайте посмотрим какой можно использовать не будем лезть далеко выберем из вот этих вот самых последних вот к примеру возьмем данный лут вы кстати также можете редактировать результат всегда возвращаясь к вот этому вот нижнему слою то есть к примеру здесь мы хотим сделать фотографию более контрастной для этого мы повышаем контраст в данном случае день до минус 10 и чуть-чуть убавим экспозицию к примеру посмотреть на результат нажимаем ok смотрим что у нас получается вот и как видите фотографии становится более контрастной и более темный здесь уже все зависит от того какой результат вам нужен то есть вы можете всегда редактируя вот этот слой бейс получать нужный результат и видоизменять его по своему желанию вот ну примерно так давайте оставим так смотрится довольно неплохо на мой взгляд также стоит отметить что вы можете данные луты между собой комбинировать к примеру давайте возьмем какой-нибудь другой сверху к примеру да и добавим его то есть видите да у нас получается уже другая обработка здесь мы можем настроить прозрачность данных слоев так как нам нужно чтобы не получалось пережженных оттенков и уже результат будет другой соответственно используя все вот эти вот 24 слоя с тонировками комбинируя их вместе вы можете собрать практически неограниченное количество различных тонировок что очень удобно и позволяет получать каждый раз новый результат здесь будет все зависит только от вашей фантазии вот таким вот образом работает тонирование через данную панель а также напоминаю что вы можете запускать каждый action в отдельности к примеру если нажимаете здесь на кнопочку да и смотрите уже на результат таким вот образом теперь давайте подробнее рассмотрим вот эти вот кнопочки которые находятся у нас внутри нашего круга да и и посмотрим для чего они предназначены первая кнопочка которая называется white balance то есть баланс белого она позволяет вам автоматическом режиме настроить баланс белого если что то вдруг у вас неправильно где то что то желтит то вы просто нажимаете данную кнопку и баланс белого у вас выравнивается в данном случае у меня в принципе он уже был выставлен практически правильно вот у меня результат здесь совсем мало заметный если мы приглядимся то есть вот чуть-чуть его заметно но не сильно потому что баланс белого в данном случае настроен уже верно изначально следующая кнопочка это цветовой профиль вот мы можем при помощи данной кнопки преобразовать наш снимок если вы например загрузили его в неверном цветовом профиле фотошопа если у вас например а Adobe rgb и вы хотите сохранить вашу фотографию так чтобы она не потеряла качество не потеряла в цвете вам обязательно нужно будет преобразовать ее в цветовое пространство srgb вот здесь уже сразу все настройки установлено вам достаточно будет просто здесь щелкнуть на клавишу ok и ваша фотография будет преобразована и готова для сохранения в интернете и вы будете уверены что качество данного снимка не потеряется также очень удобно следующая кнопочка это фильтр камеры RAW быстрый доступ то есть нажимая на нее мы попадаем фильтр камеры RAW здесь можем подредактировать нужные нам настройки если это необходимо и нажать ok следующая кнопочка это быстрое усиление цвета очень удобный инструмент если необходимо сделать фотографию посочнее и понасыщеннее просто нажимаете на данную кнопку у вас происходит обработка сейчас немножечко подождем и как видите цвета на фотографии стали более насыщенными насыщенность можно регулировать при помощи прозрачности этого слоя то есть мы можем увести их даже в сто процентов и получить вот такой вот результат если опять же это необходимо здесь все будет зависеть от того какой результат вам нужен ну и соответственно пять кнопочек с пользовательскими экшенами abcde здесь я думаю все понятно вот можно сюда прицепить любой экшен которым вы например наиболее часто пользуетесь сейчас я говорить о том как установить сюда свои экшены не буду об этом уже будет рассказано видео уроки который вы получите вместе с данной панелькой ну и теперь давайте еще раз смотрим вип-версию нашей панели она отличается от стандарта наличием вот этих вот дополнительных лутов как вы видите их здесь еще 16 штук вот вы можете также их проиграть сразу все нажав на кнопочку play all либо проигрывать их по отдельности нажимая на соответствующие кнопочки да также перед тем как их использовать обязательно нужно привести фотографию к базовому виду для этого опять же нажимаете на кнопочку в центре у вас создается базовый слой и уже после этого ваша фотография готова к тонированию вы можете здесь включать например все экшены и посмотреть что получается то есть вот как вы видите смотрите и получаете еще 16 классных и интересных тонировок для вашей фотографии если вы хотите также все подредактировать опять же идете в корректирующий слой бейс и настраивайте здесь по своему желанию вот как видите по сути мы с вами разделяем нашу тонировку нашу цветокоррекцию на два этапа первый этап это у нас подготовка фотографии за нее у нас отвечает корректирующий слой бейс и уже сам цвет то есть вот эти вот слои которые находятся в папочке color master это слои которые отвечают только за цвет поэтому если вам необходимо поднастроить контраст экспозицию и так далее вы обращаетесь не к этим слоям а именно к слою бейс сами слои с тонировками у нас отвечают только за цвет обязательно это запомните как раз благодаря этому мы с вами и можем так гибко применять эти луты к нашим фотографиям ну что ж друзья я уверен что наша панель color master просто в разы сократит вам время обработки и цветокоррекции ваших фотографий позволит их сделать более профессиональными теперь вам больше не нужно будет переживать по поводу цветовых схем на ваших снимках вслепую крутить различные ползунки пытаясь получить нужный вам цвет а вы можете быть уверены в том что ваш снимок будет всегда в цветовой гармонии потому что все луты мы разрабатывали специально под самые популярные цветовые схемы это очень важно и именно благодаря этому все ваши снимки теперь будут выглядеть очень и очень хорошо ну что ж на этом все с вами был кузьмичев алексей и до встречи в следующих видео